Молитва перед чудотворной Иверской иконой Богородицы в Николоперервенском монастыре не замолкает ни на секунду. Акафист здесь читают даже ночью, а днём не кончается поток идущих к Богородице людей. Наталья Степанова с благодарностью подходит к иконе Богородицы. Молитва её матери перед этим образом вернули Наталью к жизни. В 15 лет из-за сильного стресса она заболела с сахарным диабетом. Я постоянно была то в реанимации, то близко к реанимации. И когда мне было 22 года, я оказалась при смерти. Её мама очень тяжело переносила болезнь дочери. От боли и горя пристрастилась к алкоголю. И когда маме моей сказали в больнице, чтобы она готовилась к моим похоронам, уже готовилась, она, можно сказать, первый раз сознательно пришла в Иверский собор, в нашу обитель, попросить Господа, Божью Матерь, чтобы спасли её единственного ребёнка, то есть меня. И произошло, можно сказать, чудо. На другой день, после того, как мама, можно сказать, полдня провела здесь плача и молясь, мне стало легче, на удивление врачей. Но даже не это, признаётся Наталья, было для неё в тот момент главным чудом. Когда я, можно сказать, с того света вернулась, мама пришла благодарить. Она подошла к батюшке, исповедалась, первый раз в жизни причастилась. И после этого никакой тяги к алкоголю вообще не было. Я считала, что это для меня главное чудо, потому что вернулась та моя мама, которую я знала с детства. С тех пор и до конца своих дней её мама приходила в этот храм, Иверской иконы Божьей Матери в Николоперервинской обители. Перед смертью она меня просила, Господь тебя спас, Божья Матерь тебе помогла. Приди в храм, потому что она понимала, что она уходит из этого мира и оставляет меня, как она говорила, на Божью Матерь, на заступничество святых и на милость Господа. Больше 20 лет Наталья уже не просто прихожанка этого храма. Каждую свободную минуту она приходит и трудится здесь во славу Божию.